Анастасия Александрова Анастасия Александрова Анастасия Александрова Ну и пошла тяжелая артиллерия Да, Данил Цыплаков Чемпион Европы Помещение Ну и наконец призер Чемпионата мира 2019 года Михаил Акименко Михаил Акименко Не очень хорошо у него сложился Прошлый год Что-то не получалось у Миши Но сейчас по его внешним данным Я вижу, что он находится в неплохой форме Худой, подтянутый А это значит, принимает участие уже в первом старте сезона Это значит, что готовился Ну а тем временем метр восемьдесят четыре Вот преодолела Королева и Чичерова А вот А вот Халикова пока не взяла Ну а сейчас уже Выходит на старт Мария Лосицкене Мы ее видим Но пока нам показывает Михаила Акименко 2.13 Вот со второй попытки он взял Ну давайте повторю ее посмотрим И вот все Слава Богу Исправился Миша Хотел, наверное, знаете Как говорят, малой кровью взять 2.13 Ну а теперь Мария Лосицкене Открывает свой сезон Метр восемьдесят четыре Ее начальная высота Вот первый прыжок Маши Не могли мы его, конечно, пропустить Да Машенька Как всегда Чем-то довольна, чем-то недовольна Понять это невозможно Вот Ну в общем Посмотрим, как будет дальше Пока Вот разминку она закончила Прыжком на метр восемьдесят четыре Ну давайте со всех сторон посмотрим Прыжок Лучшей спортсменки, кстати, мира По версии американского журнала Треконфилд Ньюз Я уже говорил, что Семьдесят седьмое место Общее занимает Среди более тысячи стартов Рождественские старты А вот среди январских стартов В январе не так много, конечно, их проводится Но все-таки достаточно Сезон зимний не такой длинный Так вот, среди январских стартов Екатеринбург на двенадцатом месте в мире Представляете, каков уровень результатов Ну подтверждает Ну а мы снова смотрите с вами Сектор прыжка в высоту Говорил о том, что Адалины Халиковой Не заладилось сегодня И вот метр восемьдесят четыре Эта высота оказалась, к сожалению, для нее Непреодолимой В 2020 году он победил С результатом семь сорок три сорок семь Евгений Кунц тогда был вторым С результатом восемь ноль пять двенадцать Максим Якушев, который тоже здесь бежит Сейчас пока вторым Восемь десять двадцать две Но пока Володя единственный Кто может выбежать из восьми минут И делает это регулярно Ну а у нас Кристина Королева сейчас на старте И высота уже метр восемьдесят девять Кристина после рождения дочери Такое второе рождение у нее вместе с дочерью Да, извините за тавтологию Многоборная подготовка многих сподвигает На какие-то отдельные виды Вот Кристина Королева тоже представитель Ликоатлетического многоборья И вот она Для нее наиболее успешным стал прыжок в высоту И она продолжает вот успешно выступать Именно в этом виде ликоатлетической программы Ну а сейчас в секторе Анна Чичерова Олимпийская чемпионка Два ноль четыре это рекорд соревнований Ей принадлежит Рекорд России два ноль шесть Тоже ей принадлежит Рекорд России абсолютный два ноль семь Тоже Анна Чичерова Опытнейшая спортсменка Просто большая молодец Всегда с юмором относится К себе Ну и нельзя же чтобы что-то заржавело Она такая С юмором молодец Намекает нам Аня Что она завершает свою спортивную карьеру Ну нам бы очень хотелось чтобы она продолжала прыгать Потому что вы видите пока кроме нее и Маши У нас к сожалению никто не может показать результаты экстра класса Надеюсь девчонки не обидятся за это Ну потому что это правда Ну а чтобы рождались хорошие результаты Конечно нужно вот это соперничество Между Марией Лосецкини Аня Чичерова Мы же все ждем что девчонки которых Михаил перечислил Подрастут и тоже начнут к двум метрам туда высоко двигаться Но пока Мария Лосецкини и Анна Чичерова Две спортсменки которые могут что-то показать в мире Да но сейчас вот Маша Лосецкини нам ее показывает Здесь конечно разворачивается борьба Ну за второе и третье место конечно разворачивается в беге на 3000 метров Володя Никитин продолжает лидировать Активно ведет бег И я думаю что ждем результата Ну и Машин прыжок высота метр восемьдесят девять И очень легко Маша справляется Великолепно Великолепно она справляется Первые попытки с этим результатом И мы ждем конечно мы ждем и Аня что справится с этой высотой И Кристина Королева тоже справится с этой высотой Но пока эту высоту взяла только Мария Не смотрите что у Маши такое выражение лица Ничего страшного она всегда такая Это не потому что она чем-то недовольна Это просто она всегда внутри себя Алла ну мы будем стараться поддерживать тот темп который мы сейчас взяли Мы провели уже как вы знаете 6 заседаний президиума Избрали основные органы управления Подготовили положение об этих органах И сейчас находимся в стадии формирования программы развития легкой атлетики на 2020 год Основные цели вы знаете это и поддержание спорта внутри страны И те меры которые мы должны сейчас принять по восстановлению Предоставление нейтрального статуса для наших атлетов Это собственно то на чем мы концентрируемся в ближайшее время Ну вот и Петр Валерьевич принес удачу Ане Чичереву со второй попытки Аня справляется с высотой метр восемьдесят девять Как вам прыжок Аня? Красиво Красиво правда красиво Мы всегда восхищаемся ее прыжками Впервые так близко да прыжок в высоту видите? Да Впервые это очень интересно Кристина Королева сейчас третья попытка Решающая попытка у Кристины Королевой Давайте посмотрим как она справится или не справится с ней Кристина брала уже эту высоту неоднократно Но вот сейчас она пока в любом случае идет третья среди девочек Но здесь битва полов девчонки соревнуются с мужчинами Итак третья попытка Кристина Королева Нет, к сожалению Кристина Королева заканчивает соревнование У нас остаются в женской части всего две участницы Мария Васильевна и Аня Чичерова Мы очень рассчитываем что утвердим и согласуем дорожную карту восстановления легкой атлетики Более детализированные конкретные меры Которые должны быть приняты не только внутри самой федерации Но и региональными федерациями Это два основных вопроса Борьба с допингом и чистый спорт И второе это изменение общей культуры легкой атлетики И культуры управления И культуры связанной с подготовкой спортсменов В полной мере Ну а как вы считаете Есть шанс у наших ребят нейтральный статус хоть у нескольких человек получить Чтобы успеть выступить в зимних стартах И продолжаем соревнование У нас продолжается С нами был Петр Валерьевич Иванов Президент Всероссийской Федерации легкой атлетики Ну а мы продолжаем соревнование Аня Чичерова на ваших экранах Вы видели, что Данил Цыплаков и Михаил Акименко Справились с высотой 2 метра 23 сантиметра Ну а теперь мы все поддерживаем Аню Чичерову Метр 92 Первая попытка И олимпийская чемпионка Пока идут девчонки с ребятами Идут пока Плечом к плечу Ребята преодолевают 2.23 преодолели И девчонки сейчас на метр 92 Вышли К сожалению попытка у Ани неудачная Но вы знаете, что есть три попытки на каждой высоте А это значит, что если у тебя есть одна попытка Мы всегда говорим об этом Ты не проиграл Мария была лидером мирового сезона 2.04 она прыгнула на битве полов А потом на русской зиме она преодолела 2 метра 5 сантиметров И этот результат Именно поэтому Наверняка поэтому Мария стала лучшей спортсменкой мира По версии журнала Track and Field News Спортсменкой мира именно в прыжке в высоту Итак, единственная в мире трехкратная чемпионка планеты Мария Лосицкения на ваших экранах Мы уже сбились со счету Сколько раз Мария прыгала 2 метра и выше в своей карьере Ну вот и сегодня, надеюсь, мы тоже увидим двухметровый прыжок Ну а пока метр девяносто два и первая попытка И Мария справляется с этой высотой Но теперь вот Аня чем ей ответит? Конечно, и Маше очень это нужно Потому что, конечно, такое доминирование на внутрироссийских стартах Не помогает ей, скажем так, может быть, развиваться Потому что соперничество, соперничество То, что в спорте стимулирует Аня Чичерова Аня Чичерова Метр девяносто два Очень хорошо она В начале прошлого года Выступала В девятнадцатом году В начале прошлого года Но вот летом, видите, стартов не было Потом что-то немножко не задалось Ну, в общем, не такие высокие результаты Как в девятнадцатом году у нее были Но она продолжает, продолжает находить мотивацию Напомню, что еще в две тысячи четвертом году Здесь, на рождественских стартах Аня показала результат 2.04 И тогда это был рекорд России в помещении 2.04 Сейчас, потом она довела этот результат уже до 2.06 И сейчас вот 2.06 Это рекорд России в помещении Принадлежит как раз Ане Чичеровой Результат очень высокий Могу вам сказать, что вот в Екатеринбурге Лучший результат у женщин 2.04 А у мужчин 2.35 Это рекорды соревнований Так вот, между этими результатами всего 31 сантиметр А организаторы сейчас сказали Что разница между результатами мужчин и женщин 34 Поэтому это что означает? Это означает, что рекорд Ани очень и очень высок Очень высок Разница на самом деле всего 31 сантиметр Так близка была Аня сейчас Аня была очень близка, да Могла, могла на эту высоту взять И я думаю, что в следующих стартах Она обязательно это сделает Впереди прекрасные турниры и в Челябинске, и в Москве Я думаю, что Аня обязательно в них примет участь Себя повыше Вот посмотрите еще раз Эту попытку Чуть-чуть таз чуть-чуть приподнять Немножко нужно было сдвинуть Нет-нет, даже скорее, я думаю Чуть-чуть сдвинуть разбег И могло бы все получиться Ну а у нас Данил Цыплаков Сейчас готовится к своей первой попытке На высоте 2 метра 25 сантиметров Напомню, что Даня уже прыгал в этом году 2.24 И вот сейчас попробует установить свой лучший результат в сезоне И у него это получается 2.25 Он выходит в лидеры Михаил Акименко ему сейчас аплодирует Я это вижу И с аплодисментами выходит сейчас Тоже на старт Попытаться преодолеть 2.25 метра Ну вот я закончила на благодарности Анатолию Слудных И Миша Акименко Справляется с высотой 2.25 метра Ребята идут прям Ровень в ровень Сейчас уже Судьи будут переставлять планку Девочек метр 94 Я вижу ставят судьи И Маша Холдингу Швабы Вот Мария разделась И выходит Холдингу Швабы Личному генеральному директору Алексею Патрикееву Новосибирскому приборостроительному заводу Генеральному директору Василию Рассохину Администрации города Екатеринбурга Конечно Управлению по развитию физкультуры и спорт туризма Администрации города Екатеринбурга Начальник управления Людмила Фитина Предприятию ГАИПО Казань города Вологодскому оптико-механическому заводу Совком банку Представляете сколько людей помогали Предприятию Швабы Москва Предприятию Полис Именность Тельмаха Центр проведения спортмероприятий Министерства Свердловской области Конечно Федерации легкатлетики Свердловской области И исполнительной дирекцией По организации проведения Летней всемирной студенческой универсиады Как вы знаете Это мероприятие запланировано В Екатеринбурге на 2023 год А у нас Все готовят к тому Чтобы Мария Лосицкене Делала свою первую попытку На высоте метр девяносто четыре Многократная чемпионка мира и Европы К сожалению Опа Я хотела сказать Что к сожалению Она не выступала в Рио-де-Жанейро Но вот к сожалению Мария не взяла С первой попытки метр девяносто четыре Но по ее прыжку было видно Что она обязательно справится С этой высотой Но не хотелось Возможно бы ей там Тратить лишние попытки Но сейчас она остается Среди женщин одна Но Шакименко и Даниил Цыплаков Еще прыгают Еще раз напомню Что здесь такая Переработанная битва полов Вот всех тех Кто сегодня Должны были Прыгать И прыгают еще Еще раз напомню Михаил уже говорил о том Что рекорд соревнований Очень высокий Два метра четыре сантиметра В 2003 году Аня Чичерова показала этот результат Но так как у женщин Маша Осталась к сожалению одна Аня не справилась там С предыдущей высотой Я про Мучи Чичерова Для тех Кто только что к нам присоединится То вот Мария пошла Выполнять свою Вторую попытку На высоте Метр девяносто четыре Итак Мария Лосискени Многократная чемпионка мира И Европы И всего три раза Стоя на пьедестале Почеты этих Замечательных соревнований Мария держала Флаг России в руках И играла Гимн России Потому что Во всех остальных стартах Она побеждала Как уже нейтральный спортсмен Хотя все мы прекрасно знаем Что она представляет Россию Сто девяносто четыре Вторая попытка Мария Лосискени Ох-ох-ох-ох Опять близко И эта попытка была лучше Чем первая И будем надеяться Что третья попытка Будет лучше Чем первая И чем вторая попытка Мария любит много стартовать Она стартовала Когда была такая возможность На всех турнирах Где был прыжок в высоту А в прошлом году Летом только Всего два старта И не было Никакой возможности Соревноваться С лучшими спортсменками Мира Мы уже говорили Несколько раз Про то Что в прошлом году Российские спортсмены Не имели возможности Принимать участие В международных стартах И им приходилось Выступать только у нас Скоро Кстати Мария 14 января У нее день рождения Так что Очень скоро Она празднует Свой очередной день рождения Нельзя поздравлять С наступающим Но вот Мы не будем этого делать Итак Мария выходит На свою третью попытку Высота Метр Девяносто Четыре И давайте Прям скрестим Все пальцы Чтобы Мария сумела Справиться С этой высотой Потому что Конечно Нам бы хотелось Видеть ее прыжки Дальше Ну и ребятам Тоже веселее Будет Все-таки Итак Третья попытка Метр девяносто четыре Первый старт Марии Лосицкени В 2021 году В Олимпийском году Еще раз напомню Что в этом году В августе месяце В Токио Должны пройти Олимпийские игры Мы сейчас Все время говорим В таком Должны пройти Потому что В принципе Олимпийские игры Вы все знаете Должны были состояться В прошлом году Но из-за пандемии Коронавируса Были перескнутся На этот ход Итак Третья попытка Лосицкени Бери Нет К сожалению Мария не справляется С высотой Метр девяносто четыре Ничего страшного Это первый старт сезона Самого может быть Тяжелого сезона В ее карьере Но тогда К сожалению Россияне не могли Выступать В Рио-де-Жанейро Тогда Ну я думаю Что для Маши Это совсем Совсем уж такое Раннее начало сезона Хотя В ее практике Конечно были старты И в декабре И прыгала на высоко Но все равно Все таки Вот Январские Вот эти первые старты Для нее Наверное Не совсем уж Такие привычные Вот Ну может быть Тем интереснее опыт И поэтому Она безусловно Сделает Какие-то Выводы Из своих Относительных Конечно Сильно Относительной Неудачи Просто мы Она приучила Уже нас Безусловно К прыжкам Два метра И выше Вот Ну так тоже Иногда бывает Хорошо Что если Это будет Вот Единственный Такой Старт Для нее В сезоне А Данила Цыплаков Как раз радует Очень хорошо Он выглядел Очень Очень был Прилично На высоте 2.25 Я вот сейчас Подходил к сектору Буквально На несколько минут Становится прям Похожим на себя Вот Пятилетней давности Успешно выступал На различных Международных соревнованиях А вот потом Тяжелая травма И вот потом Восстановление было Ну крайне Крайне Долгим Сложным И еще даже В прошлом году Пожалуй Данила хотя Что-то приблизилось К тому Что он хотел бы Да Вместе с тренером И отцом Александром Цыплаковым Но вот Не получалось А теперь Миша А Миша прекрасен Прекрасен 2.28 2.28 Для него Это конечно Не высота Казалось бы По его предыдущим Результатам Но уже мы говорили Сегодня что-то Прошлый Так вот Совсем не задался И такой он был Тяжеловатый Совершенно Не таким Как мы его Видели В 2019 Да Я уже говорила Даже он Когда был в костюме Уже было видно Что он звенит Знаете Есть такое понятие У спортсменов И вот сейчас Он нам это Демонстрирует Ну вот Видимо В этом году Он подошел Тоже во все Оружие Это уже очевидно И сейчас Они будут пытаться Двинуться на высоту 2.30 И посмотрите Что сделал Данил Цеплаков Он не стал прыгать 2.28 Он понимает Что он по попыткам Уже проигрывает Миша И он перенес Свои две попытки На 2 метра 30 сантиметров Я обожаю за это прыжки Просто обожаю Мне вот эти тактические Игры Так нравятся Да А если бы еще Конечно Девушки поддержали То это было бы еще Интереснее Потому что Битва полов Тем и прекрасна Что появляется Элемент игры Начинает вот эта игра Когда один заказывает Одну высоту Другой должен ответить Ну ничего Все впереди Сейчас смотрим На прыжок Данила А Битва полов В Москве Пройдет 24 января Так что Вы тоже сможете Ее наблюдать В онлайне Следите за объявлениями Там только будет Прыжок в высоту И не только Лишь в личном зачете Но и в командном зачете Команда На 2.30 Выходит И Миша Акименко У 2.28 Была отличная попытка Да Ну я просто думала Возможно Он пропустит 2.30 Не стал пропускать Да Дает возможность Отдохнуть Дане Побольше Я думаю Это его последняя мысль Которая сегодня Сейчас его посещает И он берет Знаете Вот Конечно Психологически Вот это 2.30 Это высота Экстра класса Все-таки Такая В 2019 Год И раньше Тейпов Правда Что-то Многовато И на коленке И на спине У него Ну будем надеяться Что это просто Страховка Такая Для Больше Психологической Уверенности Это циферка 3 красная Обозначает Да Что у Даниила Цыплакова Одна попытка На этой высоте Третья попытка Напоминаю Что он перенес Две попытки С 2.28 Он не взял И перенес Две попытки На 2.30 Поэтому Если бы Вот если сейчас Михаил Акименко Не взял У него было бы Еще две попытки То у Даниила Цыплаков Всего одна Попыточка осталась Ну пожелаем Да Дани успеха Тоже он возвращает Свои былые кондиции Нас очень Это очень радует Потому что Ну красивый В принципе Красивый Очень вид спорта Да Один из самых Таких Эстетически Привлекательных И очень сложный Очень сложный Координационный вид Я не очень себе Представляю Какой-то Ледниковый период В прыжке высоты Потому что Обучиться за месяц Прыжковой высоты Нет Можно Можно конечно Это все в школе учатся Безусловно Особенно перекидным Или там Ножницами Ножницами да Да Это другой вопрос А вот Вот таким Способом Фосбери флоп И высоко прыгать Так чтобы это было интересно Ох Нет Нет Волонтеры Я не знаю Слышите вы Нет волонтеры Почетные гости И мы поддерживаем Аплодисментами Сейчас Данила Цыплакова Нам очень хочется Нет Но настроение хорошее Это радует Нет Правда Я уже говорил Вот эти вот Последствия травмы Преодоления И я думаю Что Это очень хорошо Что Сейчас он взял 2.28 Это для него 2.25 2.25 2.25 Для него это хорошая Такая платформа Нормально Нормально По сантиметрику Прибавляет 2.24 В первом старте 2.25 Во втором старте Поэтому бывает 1.26 И это значит Что у нас может быть Третий рекорд соревнования Напомню Что у нас уже 2 рекорда соревнований Есть Игорь Образцов Пробежал 60 метров За 6.57 Это был первый рекорд Рождественских стартов Второй рекорд Принадлежит Александру Ефимову Беги на 300 метров 33.38 И вот теперь Михаил Акименко Будет пытаться Штурмовать Рекорд соревнований В прыжке В высоту 2.36 Сантиметров Да 2.36 Это уже Очень высоко И очень солидно По международным меркам Хотя и 2.30 2.30 Это лучший результат Сезона в мире Сейчас Так что Миша Миша уже Показывает 2.35 У него личный рекорд На улице Ох какая была Неплохая попытка Смотрите Он забирается туда На 2.36 А это самое главное То о чем всегда Говорят тренеры Сделай попытку Попробуй туда Забраться И тогда С каждым разом Будет все легче И легче Вот если бы Я не знаю Кто давно Смотрит соревнования По легкой атлетике Следит за прыжком Высоту знают Что Марила Сицкини Сколько бы она Не прыгнула 2 метра 2.02 2.4 2.6 У нее личный рекорд Она всегда Будет прыгать Еще выше Не потому Что она думает Что это бесконечно Она может прыгать А потому что Тренер ее заставляет Это делать У них уже такая программа С тренером Даже я им задала вопрос А вот рекорд мира Она установит Что будете делать Мы все равно Будем прыгать Еще выше Потому что Это вселяет В нее уверенность Знаете У него личный рекорд В помещении Всего 2.31 Всего 2.31 В прошлом году В Челябинске Он так прыгнул Вот Поэтому Ну посмотрим Посмотрим 5 сантиметров Плюсом Вот А Летний результат Уже я говорил 2.35 То есть это Абсолютно Абсолютно Наивысший Для него результат 2.36 Никогда В жизни Он еще Не прыгал На такую высоту Он был чемпионом Мира Среди Юниоров В 2014 Году И был вторым На чемпионате Мира 2019 Года Среди взрослых А вот На Европе В 2013 Году Среди Юниоров Он был Бронзовым призем Это попытка Все получилось